Энтолодонты – ископаемые животные эпохи Олигоцена. Классификация относит их к отряду парнокопытных, под отряду свинообразных, хотя такое отнесение все-таки достаточно условно, так как это животное было очень необычным и обладало рядом признаков, присущих медведю, гиене и кабану. Однако, поскольку прямых потомков в наше время у энтолодонта нет, а из существующих ныне животных ближе всего к этому ископаемому животному находятся кабаны, его относят к отряду свинообразных. Этот удивительно ископаемый кабан жил примерно 30 миллионов лет назад в Северной Америке. Высота в холке составляла около двух метров, масса тела – тонну, а длина головы достигала метра. Название энтолодонт переводится как «с совершенными зубами». И такое название вполне оправдано, так как энтолодонты имели совершенно необыкновенные челюсти. Зубы в них располагались таким образом, чтобы создать максимальное усилие. Мощь челюстям придавали массивные скулы, к которым крепились мышцы нижней челюсти. Усилия, создаваемые челюстями этого животного, было больше, чем у современного крокодила. Причем челюсти имели сразу четыре вида зубов – клыки, резцы, малые и большие коренные зубы, из которых задние большие коренные зубы явно предназначались для пережевывания растительной пищи, а остальные были зубами хищника. Передние зубы имели не очень плотный захват. Они еще и выступали вперед, что является явным признаком того, что животное откусывало куски плоти. Длинные тонкие ноги и раздвоенные копыта в то же время указывают, что он не был хорошим охотником, так как не мог использовать их для захвата жертвы. При этом по размещению и направлению глазниц можно заключить, что энтолодонт имел бинокулярное зрение, что в природе присуще именно хищникам, которым необходимо точно определять расстояние до жертвы. К тому же анализ черепа дает возможность заключить, что доисторический кабан имел отличное обоняние. Говорят, что у энтолодонта было тело танка, ноги спринтера, обоняние падальщика, зрение хищника, а зубы травоядных и плотоядных. Из этих фактов можно сделать вывод, что энтолодонт был первым всеядным существом на нашей планете. Скорее всего, благодаря мощному телу и сильным челюстям, ему было проще всего отбирать добычу у других более быстрых, но менее зубастых собратьев – гиеннодонтов. Если не у кого было отбирать еду, он мог охотиться и самостоятельно, подстерегая жертву в засаде, нападая, сбивая массой своего тела и прокусывая ей череп. А в моменты, когда белковой еды было мало, он питался зеленью, в основном кореньями. Судя по всему, в олигоцене он стоял на вершине пищевой цепи и уступил свое лидерство только в те времена, когда на планете стал меняться климат, и на территории Северной Америки появились собако-медведи, которые имели более развитый мозг. Они были мельче до исторического кабана, но уже умели действовать стаей, что давало им неоспоримое преимущество. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.